Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Месяц назад в Рио главой Чуваши Олег Николаев предложил установить субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание крупного рогатого скота. Как сейчас идет эта работа, мы будем говорить с заместителем министра сельского хозяйства Республики Мариной Загребаевой. Марина Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Марина Анатольевна, сколько сейчас в Чуваши потенциальных получателей этой субсидии и каков ее размер? У нас сегодня имеют право на получение данной субсидии более 39,5 тысяч граждан. Размер субсидии зависит от количества коров в личных подсобных хозяйствах. Если у граждан одна корова, то это 2300 рублей на одну корову выплачивается единовременно. Если две коровы, то на каждую корову 3300. Если три и более коров, то 4300 на каждую корову. Ну, то есть серьезная сумма получается, особенно если в хозяйстве не одна корова, а 3-4 или там побольше, да? Ну, сумма получается серьезная. Марина Анатольевна, а сколько человек уже обратились за выплатами? Ну, к нам обратилось порядка 30 тысяч граждан. Это 75% от потенциальных получателей. На сегодняшний день мы уже перечислили 138 миллионов рублей. 138 миллионов рублей получили граждане Чувашской республики? Да. До какого момента граждане могут обратиться за этой субсидией, вот если вдруг за этот месяц они еще не знали о том, что есть такая возможность? То есть выплата производится в течение всего 2020 года, конкретным месяцем не ограничено. То есть до декабря месяца граждане могут обращаться за этой субсидией. Марина Анатольевна, давайте поговорим о механизме получения субсидии. Вот что нужно сделать, чтобы деньги пришли? Граждане, имеющие в своих личных подсобных хозяйствах коров, достаточно обратиться в поселение, заполнить заявление, указать свои данные паспортные, реквизиты банка. Гражданин этим же заявлением принимает на себя обязательства по сохранению поголовья, дальше отрабатывает система. Поселение делает отметку, что действительно у гражданина на 1 апреля имелась корова. Она сохранена на момент обращения за субсидией. Документ передается нашему специалисту в районной администрации. Этот специалист Минсельхоза в администрации района делает заявку в ветеринарную службу. Ведь служба делает отметку о том, что действительно скот идет в ветнаблюдение за этим скотом. И после этого реестр поступает к нам. То есть в среднем где-то уходит 3-4 дня. Гражданин больше не участвует в этой схеме. Далее деньги поступают насчет гражданина. Вы упомянули про ветеринарную службу, о справках какая-то из этой службы. Прививки, здоровье крупного рогатого скота. Вот как-то нужно подтверждать? Это делается, вот как я уже объяснила, это делается централизованно. Ведь служба по списку, который ему председает специалист в администрации района, делает отметку, что проведена вакцинация скота, идет ветнаблюдение. И этого достаточно для того, чтобы дальше получить субсидию. То есть такое электронное межведомственное взаимодействие? Да, это межведомственный документ оборудования. А кто может обратиться за выплаты субсидий? Каждый член личного подсобного хозяйства? Каждый член семьи? Или все-таки как-то определяется очередность? Ну вообще, в соответствии с законом о личном подсобном хозяйстве, представителем ЛПХ является глава личного подсобного хозяйства. Как правило, это тот первый гражданин, который записывал в похозяйственной книге. Обычно это те граждане, на ком числится земельный участок, либо имущество построено на данном участке. Если члены ЛПХ решили внести изменения в данную информацию, достаточно обратиться в поселение, делается замена записи. То есть это предусмотрено правилами. Марина Анатольевна, ну вот вы сказали, что выплачено уже более 130 миллионов. Это серьезные вообще средства. Этих денег хватит для всех 40 тысяч? Паники быть никакой не должно. Денег достаточно, хватит всем. Мы, определяя потребность на данную выплату, пользовались той информацией, которую уже предварительно собрали с поселений. Участено все поголовье, которое сегодня числится в хозяйствах населения. Марина Анатольевна, ну вот всякое бывает. И вот вдруг внезапно в личном подсобном хозяйстве снизилось поголовье крупного рогатого скота. Меньше стало, да, чем вот получили субсидию. Что тогда будет? У нас действительно одно из условий – это сохранение поголовья на 1 января. И граждане об этом будут сдавать отчет на 1 февраля. Если такое произошло, то, допустим, было 3 коровы, 2 коровы выбыло, там продали или еще что-то, то в этом случае за 2 коровы придется субсидию вернуть. Но бывает разное. Может быть, были какие-то ветеринарные основания. В этом случае составляется акт выбытия по ветеринарным основаниям. И в этом случае субсидия не взыскивается. Марина Анатольевна, а бывают такие случаи, что, допустим, в хозяйстве 4 коровы, а денежка пришла за 3 коровы, допустим? Бывает. Мы говорим о том, что обязательное условие, что все коровы должны пройти вед наблюдения. В этом случае мы выплачиваем на то количество коров, которые подтверждены ветеринарами. Допустим, на 3 из 4, как вы привели пример. Гражданину пишется об этом письмо, но и гражданин сам понимает, что он не получил. Достаточно обратиться в службу, провести все ветеринарные мероприятия с данной коровой, и мы на 4 корову начислим к субсидии. То есть денежка все равно придет на 4 коровы? Деньги придут на всех коров, где есть вед сопровождения. Марина Анатольевна, а есть ли какой-то механизм отслеживания, куда потрачены эти средства? Данная субсидия не предусматривает последующие отслеживания. То есть граждане могут использовать и на корма, и на свои хозяйственные нужды. Поэтому сама процедура отслеживания здесь не предусмотрена. Ну, вообще каждая и любая господдержка имеет под собой какие-то конкретные цели, конкретные результаты. Чего мы хотим добиться в конце года? Ну, наша цель сохранить поголовье в хозяйствах населения, потому что на сегодняшний день из 10 коров, на каждые 10 коров, 6 коров – это в личных подсобных хозяйствах. Каждый второй литр надаивается в хозяйствах населения. И понятно, что нам важно сохранить занятость на селе, самозанятость на селе. Это решает вопросы тех национальных целей, которые поставлены президентом Российской Федерации. У сохранения доходов, увеличения доходов граждан, занятость, снижение порога бедности. То есть наша задача – сохранить поголовье. Мария Анатольевна, ну и в завершение нашей беседы давайте, может быть, еще раз повторим, куда нам нужно обратиться, если вдруг кто-то первый раз слышит информацию о том, что есть возможность получить субсидию на крупный рогатый скот. Если в хозяйствах населения есть коровы, они числились на 1 апреля, об этом есть запись по хозяйственной книге, гражданину необходимо обратиться в администрацию поселения, заполнить в установленной форме заявление, указать свои паспортные данные, указать номер счета, куда должна поступить субсидия. Причем важно обратить внимание, что не номер карты, там где-то примерно 16 знаков, а номер счета. Он выдается при оформлении карточки, можно узнать в онлайн-банке свою информацию, либо обратиться в банк. Далее гражданин заполнив заявление, оставляет его в администрации поселения. Далее администрация поселения делает отметку, подтверждает, что действительно скот был на 1 апреля и на дату обращения. Мы говорили о межведомственном взаимодействии, делают отметку ветеринары, делается свод заявок, поступивших от поселения, и делается перечисление граждан. Деньги попадают сразу на счет гражданина. Марина Анатольевна, ну и завершающий вопрос. Где можно получить более подробную информацию вот об этой субсидии? К кому можно обратиться, жителям Чуваши? Можно обратиться в сам Минсельхоз, наш финансовый отдел, по телефону 642241, либо обратиться к специалистам Минсельхоза в администрации районов. У нас эта информация размещена на сайте Минсельхоза, там есть телефоны, контакты, ну, либо в сами поселения. Ну, или в запросе выдать в интернете субсидии владельцам коров в Чуваши. Да. Ну, и на те вопросы, которые поступают на почту, Минсельхоза и в электронном виде, мы буквально в течение дня-два стараемся ответить на все вопросы. Спасибо большое, Марина Анатольевна. Я напомню, что сегодня мы беседовали с заместителем министра сельского хозяйства Чуваши Мариной Загрибаевой. Тема нашей беседы – субсидии владельцам крупного рогатого скота в Чуваши. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok